Открываясь в пеньюаре, так, ручка на косячок и говорит, вот ты попался голубоглазый, да? Нет, в деловом костюме. Она вас встречает, опершись на косячок в деловом костюме, ни одной пуговицы застегнута, говорит, вот ты попался, лысик. Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Елена, еще одна Елена и Юлия, а жених у нас Станислав. Красавец. Нам сам уже самим такой нужен. Проходите. Станислав, 49 лет. От первой жены сбежал, вторая сама избавилась от него, а третья была заинтересована только в продолжении рода. Станислав владелец бизнеса в сфере современных информационных технологий в Австрии. Увлекается горными лыжами, пишет стихи и рассказы. Гордится своим уникальным жизненным опытом. Предупреждает, что не любит, когда ему дают советы. Станислав настороженно относится к вегетарианкам и обладательницам пирсинга. Женится на миниатюрной, кроткой, самостоятельной оптимистке с большими глазами и грандиозными планами на жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это вам. Станислав, спасибо, боже мой, какая это прелесть. Ну я бы оставил вас потерь. Неужели прямо из самой Австрии везли такой цветочек? Какая прелесть. В горшочек, как любишь. Какая прелесть, посмотрелась, подарочками. Боже мой. Вот, а это подсластить жизнь просто. Это правильно. Как-то вот надо двинуть вот так вот. Нет, мы поссорились, переругаемся. Давайте адресно уже дарите нам. Ларисе побольше коробку давайте. Посмотрите. А она сразу, ты же отберешь потом все равно, это же понятно. Хозяйка розовая, прекрасно все распределить. Этому дала, этому дала. Спасибо большое, чудесные конфеты. Смотрите, на себе. А нам только что-то... Нет, я вот эти люблю больше. Смотрите, какая приятная у нас работа все-таки, а. Держи. О, Василиса сегодня восхитительно, боже. Да, Станислав, чем вас так напугала жена, что вы от нее сбежали? Ну, это опыт был первый. Знаете, первый опыт бывает не только интимный, но и морально, психологически, да. Я бы сказал, она лишила меня такой некоторой эмоциональной невинности. То есть я был такой лопушок в 25 лет, а вот... А как вы там в Австрии-то оказались? О, это уехал на три месяца называется и задержался на 20 лет. Нет. Ну, я благодарен всем своим женам. Ой, давай столько вот из этого, это мы терпеть не можем. Ну, неудобно же. Жены такие были, не на Первом канале будет сказано, что за что вы им благодарны? Крови выпили литров сто. Не надо. Давайте по-честному все. Короче, вы у нее снимали квартиру. Я приехал, да, потому что сказали, что она сдает квартиру. Открывает в пеньюаре, так, ручка на косячок и говорит, вот ты попался, голубоглазый. Да? Нет, в деловом костюме. Она фрау была? Она вас встречает, опершись на косячок в деловом костюме, ни одной пуговицы застегнует, она говорит, вот ты попался, лысик. Тогда я был не лысик. Тогда волос было много. Красивые глаза, приятная внешность и вообще хороший человек. Хороший человек. Ну, за опыт надо платить, два с половиной года я очень-то выдержал и прошел свои университеты. Я считаю, что это был очень полезный опыт. А она вас сразу сказала, что койко-место у нас будет здесь одно на двоих? Ну, в общем, не в первую же ночь, но через два-три дня как-то в этой квартире, которую я стал снимать. Она была Гритхина или из наших? Нет, только у меня нет совместимости с западными женщинами вообще. Девочки, как вам жених? Интересный. Какой историй. Сколько вы с ней прожили? Два с половиной года. Ну, хоть какая-то симпатия была? Нет, она была очень красивая и любовь была. А откуда в ней гонор-то было столько? Ленивая. Сильная женщина, женщина-стерва. И вот она лежит на кровати, вам только одни поручения. И с собачкой погуляй, и еду приготовь, и полы помой. В общем, вы были такой золушкой у него. Ну, умная женщина ведь делает так, что ты это по собственному желанию делаешь. Да. Приходишь с ночной смены, собака-то, собака твоя тоже родная, как же он смотрит на тебя такими глазами, кавказница вот такой вот. Ты идешь с ним гулять, конечно, ну что же, милая, пусть поспит. А потом что же будить? Там глядишь себе и обед приготовишь, и все. А она старше вас было? И ремонт сделаешь. Да, знакомство началось с того, что она сказала, что моложе меня на два года, при этом была старше на три. Ну, в общем, короче, несмотря на то, что она была хороша собой, русская, и вам она была нужна. Сильная женщина. Да, вы все равно от нее сбежали. Я сбежал, потому что я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Когда ты однажды вечером, когда жены нету дома, а приходит какая-то соседка, которую она ждала, и ты вдруг думаешь, а вдруг она попала, например, там под машину, вот не дай бог, или еще что. То есть я сам настолько испугался этой мысли. Ну, вот в том... Меня испугало то, что меня это обрадовало. По-моему, он очень правильно разговаривает. У него правильная, приятная речь, такой интересный голос. А что заставило вторую жену от вас сбежать? Вторая жена была полной противоположностью. Это был, можно сказать, настоящий ангел. Ну, и это была любовь не с первого взгляда, это была любовь до первого взгляда. Это был первый раз в жизни, когда я влюбился безумно по фотографии еще. В общем, влюбились, нашли способ познакомиться. Ну, друзья нас познакомили, да. Прям страшно боялся, ей не понравится. Вот, а она потом мне говорит, ну, такой ты был трогательно неуверенный в себе. Вот, через три дня сделал предложение. Поженились, родилась дочка? Да, очень быстро, очень хорошая дочка. А что не устраивало ее? Пока шел бизнес, было все хорошо, она не вникала в то, откуда берутся деньги, а я не вникал, что происходит в нашем домашнем хозяйстве. Вот, а потом как-то, 98-й год, дефолт, и после этого начались, конечно, проблемы. Проблемы они либо сплачивают супругов, либо выясняется, что у них все-таки разные представления о жизни. Вы ведь пошли водителем даже работать, да? Я пошел по полной программе с самого начала, свою мигрантскую стезю, да. Но я бы сказал так, обидно очень, когда тебе указывают на твои ошибки, как щенку какому-то, мальчишке. А ты делал это не со зла. Я говорю всегда так, что мы приходим в этот мир, не получая инструкцию для жизни. И методом проб и ошибок, стараясь быть хорошими, то, что нас родители вложили, и я это делал не со зла. И слышать чуть ли не каждый день, вот это ты сделала ошибки, поэтому ты обанкротился. Очень корректно называется о женщинах. Да, это да. Ну, да, о своих бывших. Это прям ему большой плюс. А почему третья жена была заинтересована в вас столько, как в отце ребенка, как в производителе, а не как в муже? Ну, она была и как в муже тоже заинтересована, но тут уже я как бы не торопился. Это тоже все в Австрии было? Нет, это было в Москве уже. Мы познакомились, мы в Австрии. И вот вы приезжаете к ней в Москву? Ну, да, завязался роман такой. Она ребенка родила? Да, она очень порядочно, честно попросила, поставила меня не перед фактом, а поставила перед своим желанием родить ребенка. Скажите, а в графе отец у ребенка? Это меня расстроило очень, да. Она вдруг, как я говорю, Александра Прочерковна, при живом отце, который не отказывается и любит своего ребенка. А вы были официально на ней женаты? Нет, мы не были женаты, но у нас был гражданский брак. А как вы считаете, каких трудностей она испугалась в связи с ребенком? Что-что? Нет, не трудности, скорее просто... Что вы заберете, что вы... Я думаю, скорее просто при выезде за границу нужно разрешение отца. Здесь я сегодня, завтра я в Австрии, какие-то у меня дела. Я человек, который подрывается и едет мчиться куда-то там. Ну, он честно говорит. Ну, по внешнему виду, да. Станислав, а вы москвич? Я москвич, да, в каком-то там третьем поколении. И мама здесь живет, да? Родители тут родились, и их родители здесь. А мама жива, слава богу? Мама жива. Здесь живет, в Москве? Да. И вы ее потом выдернули туда? Нет, она вот уперлась и не хочет выдирать. Но ей особенно никто не выдирает. Она всех... Слава богу, что москвич не сожжены, и вам было все время куда возвращаться. Да. В общем, он хочет остаться жить в России. И вот у вас за плечами уже такой опыт. Да, опыт большой. Чего хотите избежать на этот раз? Хочется, чтобы не дергали, не учили, так сказать... Жить? Да. А если она будет с детьми? Да никаких проблем. Мне вот кажется, между прочим, что мужчины в таком возрасте, обычно им очень хочется понянчиться. Они уже доросли до стадии дедушки больше, чем отца. Скажите, она должна быть легкой на подъем. Где вы будете большую часть жизни проводить? В России или в Австрии? Ну, я живу на две страны. В принципе, я могу представить себе место жительства и в третьей стране, но в России тоже обязательно, частично. Я не могу сказать, потому что у меня всегда все очень переменчиво. Не потому что я хамелеон, а потому что я делал свою жизнь сам. В людях хорошо разбираетесь? В людях? Да. Я столько раз ошибался. Мне хочется верить, что я людей очень хорошо теперь могу и довольно быстро. Женщин знаете? Женщин я знаю, да. Очень хочется вас предостеречь. Много таких щучек, которые охотятся вот за такими взрослыми мужчинами, чтобы выехать, чтобы помогли первое время, а потом они устроят свое счастье лично с кем-то другим. И на самом деле это так. Поэтому если очень красивая, если очень яркая, если очень молодая, я просто вам советую быть более внимательным и осторожным. Осторожность никогда не помешает. Если бедная, если из провинции, тоже, понимаете, нужно посмотреть. Мне кажется, нужна ровня с опытом, с языками. Потому что вам уже в полтинник вот это водить и показывать, как пользоваться банкоматом или как припарковаться. Понимаете, что нужно не России, а платить за парковку. Ну, какие-то элементарные вещи. И боюсь, что начнете раздражаться просто. Потому что вам ликбез, вот этот вот, выживи без меня, зачем он вам нужен. Поэтому нужна ровня женщина лет 40, интересная, ухоженная, со своим делом, не бедная. Хорошо держусь. Вот он всем хорош, вот шикарный мужчина, но он для тебя, Лена, старый. Вот как ни крути. Кстати, куда вы приведете жену? Вы с мамой живете, как я знаю. К маме я точно ее не приведу. Значит, снимать в Москве будете. Потому что мама мне с детства объяснила, что... Снимать будете или на ее территорию пойдете? Я вообще хочу купить коттедж в осень, если честно, под Москвой. До свадьбы или после свадьбы? Вот какие вы вопросы задаете. Не, ну а как, если вы сейчас во время, ну, купите после этого, значит, будет пополам делить. Если до свадьбы вашему останется, мало ли что. Я об этом не задумывался, если честно. А надо бы задуматься. Ну, раз вы не задумываетесь, я просто, знаете... Раз не задумываете, значит, нечего будет делить, да? Знаете, жена для мужа, как говорят, соль для мяса. Вот я вам такую женщину хотела, которая вам... Ну, вы такой еще, я так понимаю, быстро ездите везде, вас все интересует. Да, Лена, напористый такой. Еще пока, хотел сказать, шевелитесь еще активно. А что, возраст уже? Куда там это? Послушай, он младше тебя на 10 лет. Какие 10 лет-то? Всего-все на 3 года младше меня. Да, да. Ага, ну да. Вот. Поэтому, вот я вам такую невесту, которая вам протухнуть не даст. Ну, в смысле, шевелить вас будет так, со всех сторон, в общем-то. Да у него уже были такие. Вы увидели, что меня полностью описали. Слушай, да, описали тебя полностью. Сложно советовать скорпиону, потому что любой скорпион сам мастак давать советы. И они с трудом принимают вторжение на свою территорию, даже в виде таких каких-то добрых пожеланий. Просто потому, что любой скорпион получает опыт скорее на практике. Нужно отдать часть души какой-то теме, для того, чтобы вы ее поняли, прочувствовали. Почему? Нужна вам женщина классического стиля. Я бы сказала, даже такая советская, в хорошем смысле слова не российская, а советская. И та, которая к вам немножко относилась бы как к ребенку. Не обижайтесь, пожалуйста. То есть была достаточно заботливой и ласковой. Конечно, легче реализовать этот план, если женщина будет не слишком юна. Ну, потому что разница в возрасте даст себя знать. Я знаю, что вы поэт, пишете стихи. И я поэтому решила, что сегодня часть информации для разнообразия мы будем получать тоже с помощью стихов. Это строчки из песен моего любимого Бориса Борисовича Гребенщикова. Таинственные, мудрые. Я надеюсь, что сегодня мы из этих слов что-то сумеем получить. То, что будет для вас внутренне важным, для вас, как для скорпиона, даст какую-то встряску. Потомственная гадалка. Ну, в моих руках все может обретаться. Прекрасно. Вытаскивайте, пожалуйста, любой. А мне можно? Конечно, можно. Я прямо вот... Моя козырька. Я тоже хочу. Девчонки, давайте. Это гадание говорит о том состоянии, в котором каждый из вас сейчас пребывает относительно личной жизни. Либо, ну, вообще сейчас в этой студии. Можно я прочту свое? Да. Словно что-то сдвинулось в млечном пути, сняли с плеч ношу, отпустило в груди. Словно мы, наконец, оставили позади эту бесконечную зиму. Это просто, ну... Про тебя? И это про меня. Ну-ка. Все суета, сует и всяческая суета. Но даже суета бывает та или не та. Мне приятно делать гостям, приятно. Но такая именно часть слова уйти тебе непонятно. У меня свадьба скоро с дочки. Вот она суета на суете. Так, ну расскажите же, что вам напророчил Борис Борисович. Я думал, я умный, ходил, играл в прятки. Я больше не стараюсь, теперь все в порядке. И огонь в глубине горит негасимо. И все неизъяснимо. Гениально. Прекрасно. Так, интересно, что вытащим мы. Проходите и знакомьтесь с первой невестой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Мне очень приятно с вами познакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена. Станислав, это вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Елена. 36 лет. Юрист. Увлекается психологией, литературой, ведет блог в интернете. Гордится тем, что похудела на 20 килограммов. Мечтает о доме с камина. Признается, что немного страдает снобизмом. Елена жила с нерадивым мужем по инерции. Приняла решение о разводе, когда он предложил ей разнообразить семейные отношения весьма своеобразным способом. Надеется, что Станислав – адекватный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже стесняюсь спросить, каким таким образом ваш бывший муж предложил вам разнообразить ваши отношения? Ну, во-первых, я была с ним в гражданском браке. Во-вторых, мы с ним прожили достаточно долго, 7 лет. И отношения в последний период времени были не совсем ровные. То есть было хорошее, было плохое. Но в конце мы жили самостоятельной жизнью. У него была своя жизнь, у меня была своя жизнь. И я никак не могла, наверное, найти слов для того, чтобы с ним разойтись и поставить точку в этих отношениях, которые тянули уже и меня, и его. И поэтому как-то он мне предложил жить втроем. То есть я так понимаю, что в тот период времени у него была девушка. Вот, и он мне предложил следующий вариант, что девушка будет вести хозяйство домашнее, ну, полный цикл, а я буду работать. Я его спросила, а чем будет заниматься он, ну, потому что было любопытно. Он мне сказал, что он будет всем этим... У него будет такой специальный пульт, которым он будет управлять. Конечно, соперница достойная, но думаю, что все-таки ему подходит больше наша Юля. А подарки нам? Подарки вам. Хотели вручить с самого начала, но мы начали с вопросов. Василиса, это вам. Пусть его большой. Ой, какие оригинальные. Милые подарочки, весенние, яркие. Дорогая моя, и вот вы собрались от него уходить, а он почему-то от вас потребовал деньги на ремонт ванной. Ну да, но не только ванной. Там было большое количество всяких разных наименований. Просто, ну, как бы, я буду откровенно говорить, наверное, года три или четыре мы с ним прожили, я поставила ему конкретно, что я не хочу с ним больше жить. И я попросила его, чтобы он меня отпустил. А вы жили на его территории? Мы жили на моей территории. А, то есть нужно было, чтобы он ушел, скажем так. Да, я хотела, чтобы он ушел. Почему? Потому что он не мог уйти просто так. То есть, ну, я не буду говорить, что какие-то угрозы и так далее. Прописан, что ли, был в квартире? Да нет, вопрос не прописки. Взяли чемодан, собрали и за две поменяли замки и предупредили участкового. Нет, он начинал ходить, ныть, приходить на работу, приходить к моим родителям, просить, чтобы я вернулась. Ну, в общем, вы ему откупнули, пять тысяч рублей бросили в лицо и ушли. Ну, я сказала, чтобы он... А мама почему стала вас доставать? Все наши проблемы, которые были весь этот период времени, они были связаны именно с активной доминирующей позицией мамы. Потому что у неё было своё мнение по поводу наших отношений, и она в них как бы, ну, лезла. То есть, даже изначально, то, что он определенный период времени не зарабатывал деньги вообще. И вот вы как-то сели и почитали, сколько за этот период он вам принёс денег. И выяснилось, что это хватило бы прокормить полторы кошки. Розочка, а вот ты сколько в кошках зарабатываешь? Кошках? А кошки кто? Что? У меня вот Васька и Борька в живьём... В смысле, почитать, сколько консерв съели? Нет, вот просто наша невеста, Леночка, почитала в кошках сколько. Получилось, что он ей эквивалентно поторых кошек. На прокормку кошки. Но мне этих гадов, которые у меня двое, так и для чего пить, чем прокормить? Я не понимаю. Про что ты говоришь? Какие кошки? Ну, чего он веселее спроси? А кошка сколько вы наминали-то на денежные? Ну, я почитала себестоимость кошки. Да. Ну, сколько она ест, ну, там прочие расходы. Ну, сколько это? Ну, я не помню, это было в деньгах, наверное, 2010. Вы меня сейчас занудите обе, я вас одни обманываю. Да, мы отдельно можем поговорить, я вам посчитаю себестоимость кошки. Я могу рассказать, что моя кошка в месяц одна съедает 15 тысяч. Да не может того быть, потому что ты ее кормишь и крой красный. А кошку как зовут? Иннокентий? Борька. И Васька. Борьке 37 лет, работает в ночном клубе, стриптизер. Да, понятно. Только мы о других кошках говорим. Ну, каждого свой эквивалент. Да, единица измерения. А вот что это было за чудная история, когда вы наблюдали за поведением настоящего мужчины? Мы с заказчиком ездили в Болгарию. Я была в сопровождении женщины, которая, ну, около 50-60 лет, я так аккуратно скажу. И так получилось, что она... Мы были в бассейне Святой Елена Константин. Она упала. Я совершенно не знала, что с этой ситуацией идет, потому что это было 11 часов вечера, другая страна. Я не знаю английский язык, мы не делали страховку. В общем, это великолепно. Но до этого мы познакомились в бассейне с мужчиной. Совершенно случайное было знакомство. Россиянин? Да, он россиянин. Он тоже приехал туда покупать недвижимость. И как раз мимо в это время проходит случайно он. Я попросила его нам помочь в данной ситуации. Мы вызвали скорую помощь. Теперь просто перечень. Что он сделал? Он договорился по поводу отдельной палаты. Он договорился с хирургом. Он договорился по поводу транспортировки в Германию. Он решил все организационные и технические вопросы. Причем нам сказали, что необходимо было открывать счет и перечислять через этот счет денежные средства. Он положил деньги, да? Еще свои? Он положил деньги на операцию, да. Такой потрясающий мужчина. Вы с ней не забутили, нет? Ну, во-первых, он был женат. Все, точка. Ну, конечно. Девушка ему не очень подходит, потому что ему подходим мы. Леночка, а у вас какая мечта? Мечта, я хочу, ну, наверное, самая большая мечта, кроме всех моих поездок, впечатлений и так далее. Я хочу создать отношения счастливые. Я хочу, чтобы меня любили. Скажите, а вот красавчик, голубоглаз, Евгений, в вашей жизни кто? Он мой партнер по бизнесу. Бизнес-партнер. Женатый? Нет, не женат, Марис. Я уже у вас был в программе, Лариса. А я уже у вас был, да. А что ж ты это, сидит вон, невеста? Нет, нет, мы еще когда участвовали в... Нет, у нас чисто деловые отношения. Да, у нас деловые отношения. Поддерживаем друг друга как друзья. Послушайте, кто нам откроет глаза на нас самих, как не наши друзья? Жень. Пытаюсь всегда, Лариса. Что не так в Елене? Почему одна? 36 лет почему одна? Я на самом деле не стал бы говорить о том, что что-то не так в Елене. Я думаю, что просто действительно попадались ей на жизненном пути те мужчины, которые несколько были чуть ниже по уровню ее развития. А может быть взять на вооружение вот эту дурацкую поговорку «Будь проще, и народ к тебе потянется?» Вполне возможно, но не в случае мужчины, потому что мужчина должен все-таки перекрывать в данном случае Елену. Друг невесты очень обаятельный. Согласитесь, посмотрите, какие глубокие голубые глаза. А вытащите, пожалуйста, какую-нибудь стихотворную строчку. А можно я буду тоже перед каждой невестой вытаскивать? Пожалуйста. Можно. А может мне вот эту вот, почему-то тут красненькая. Первый раз постеснялась вытащить. Я вот почему-то думала, что ты должна на нее обратить внимание. Три сестры, три сестры, черно-белая, рыжей масти. В том далеком краю, где не ходят поезда, три сестры, три сестры разорвут себя на части. Сердце вверх, ноги вниз, остальное что куда. Это про нас, девочки. Я себе заберу. А у вас что читаете? Это все пустяки в жизни, все легко и любо, пока вдруг у тебя на пути не возникнут три сестры. Ну, может, там все про три сестры. У вас есть три бонуса. Минута наедине, семейная традиция и скелет в шкафу. Что выбираете? Семейная традиция. У меня и бабушка с дедушкой, и папа с мамой. Они все женятся 8 июля. Я знаю, что сейчас это официальный праздник, но буквально с 2008 года. Петр и Феврония. Да, а до этого не было такого официального праздника, и, то есть, первоначально традицию вели бабушка с дедушкой, потом ее поддержали родители и поддержала сестра. Спасибо. А сюрприз покажете? Да, конечно. Пожалуйста. А у меня бабушка с дедушкой. Золотую свадьбу отметили. Сейчас вы будете рисовать. Смотрите. Я вам покажу вот такую картинку, и попробуйте здесь делать то же самое. Это каллиграфия японская, то есть вам нужно нарисовать. Вот. Попробуйте? А, это не Роглиф, наверное, написать. Это, наверное, Роглиф пишет. А, это же классика. Здесь капелька. Вот здесь капелька. Замечательно. Давайте еще. И последний. Я надеюсь, он просто харакири не сделает в конце. Будем надеяться. Будем надеяться. Он очень прям метем. Он очень драматично машет. Сейчас харакири сделает, Сибиря. Нет, сипуки не будет. Я хотела бы пояснить коротко. Это японская флейта, называется Секухати. Ну, я думаю, что по поводу самурая в курсе. И мы рисовали иероглиф. Это называется сердце. Это от моего сенсея вам подарок. Спасибо. Спасибо большое. Прекрасно, прекрасно. У вас замечательная подружка. Забирайте цветы и проходите в свою комнату. Я в связи с Японией вспомнила потрясающую историю. Мне ее рассказала Лариса Голубкина. Она говорит, мы в 70-е годы поехали в Японию от Госкино. И как нас там встречали, какие гостиницы. И говорит, повели нас на чайную церемонию. И говорит, и я с кинозвездой, не буду называть я ее имени. Говорит, приходим. Перед нами в потрясающих костюмах японки с этими прическами. Рассказывают, что вот этот вот зеленый чай, который сорван, когда была луна, там стояло в определенное время. Цветы собирали эти зеленые листики девственницы. Потом они их укладывали в цветок. Говорит, и эта подруга, говорит, актриса сидела с сигаретой и так на все это смотрела. И они переливали, потом куда-то выливали. Они говорили, что это только когда вот солнце и ветер, когда в лицо и когда зацветает сахар. Говорит, и эта актриса сидела, курила и смотрела. И когда уже налили в седьмой раз и сказали, что для особо почетных гостей нужно вот именно вот эту вот чашечку с седьмого раза. Она спрашивает, говорит, извините, пожалуйста, а можно кофе? Это называется правда жизни. Да, правда жизни. Да, 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 да. Тимофей, как вам Елена? Я думаю, что она не подходит. Почему? Стасу. Ну, Стасу нужна совершенно другая девушка. Он человек, которому нужно душевное тепло. Он скучает без этого, он тоскует. Он одинокий человек, он в бизнесе. Ему этого не хватает. А Елена, судя по ее рассказу, она не способна ему это дать. Она более рациональная. Она нужна простушка, хохотушка, который и пироги испечет, и ребенка родит. Который будет шевелить его, конечно. Ну, конечно, и секс в подъезде, поэтому... Который будет отдыхать и чувствовать себя прекрасно. Все хорошо, Лена, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, перестань. Давай, да забей, ты что, перестань. Простушка, хохотушка. Володька. Ну, мне показалось, Лена как-то она немножко... Правильная. Ну, закомплексованная какая-то, такая несчастная. Она очень правильная. Ну, может быть. Я не согласен, что она мужчину не замечала. Мне кажется, она закрывалась от этого, страдала от него, от его, может быть, невнимания. Понимаете, я никогда не поверю, что молодая женщина так занята своей карьерой, своей работой, что не видела мужчину-бездельника, никчемного, который рядом с ней. Это вот как Роза сказала, что очереди нет, поэтому одной быть не хочется. Поэтому она его и терпела, этого дурака никудышнего. И так на нее произвел впечатление, произвел тот мужчина, который все смог это организовать. Да, она ориентирована на себя, на свои планы. Она действительно трудоголик, она много работает. Но что делать женщине, которая действительно не испытывает какого-то избытка мужского внимания, когда даже партнер по бизнесу говорит, нет, нет, мы только партнеры, только партнеры. Это действительно очень обидно. Она пыталась правильно, рационально выстраивать жизнь. Я считаю, что у Елены есть все шансы обрести взаимную любовь. Она человек на самом деле любящий и мягкий. Она способна отогреть. Но она должна помнить, что в ближайшее время, пока ее прогрессивная Венера путешествует по Скорпиону, а это еще много лет будет продолжаться, она склонна излишне драматизировать ситуацию, возможно, по итогам того опыта. Она будет болезненные обиды воспринимать, какие-то мелочи будут цеплять ее больше. Вот я ей желаю не слишком присматриваться, не раздувать самой себе свои собственные страсти и обиды, спокойнее относиться к мужчинам. Заметьте, не я это сказала. Есть правда в твоих словах. Вот сейчас Лена плачет. Ушла из комнаты, мне передали. Подарок надо возвращаться. А ты вспомни то предсказание, которое она прочитала, что все хорошо, пока не встретились три сестры. Может быть, три сестры сегодня дадут какой-то новый толчок, новой жизни. Вывели из себя ее немного. Да, я думаю, что ее вывели из себя не они. И вывел из себя вот конкретный комментарий вот этого вот мужчины. Кого я не обниму, тот замуж выходит. Правда, работает. Сейчас пойду схожу, обниму прямо. А если это, и ваши подарки. Подарки, да, забыл подарки подарить. Вот проверено. Дорогая Маня, стой. Значит так, держи. Подарок от жениха. Спасибо большое. Это тоже подарок. Спасибо. И я тебя обнимаю, работает на 100%, вот в 100% замуж выйдешь. Это примета эта. Так что у тебя все будет хорошо. Поняла? И приходи ко мне, я тебе уже жениха хорошего дам. Слушай, ну вот как раз вот такие вещи, наверное, и немножечко напрягают. Напрягают, наверное, да? Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Добрый вечер, Станислав. Меня зовут Елена. Вы очень спокойны. Я очень легкая. Я уверена, что нам будет вместе очень комфортно. Елена, очень приятно. Спасибо большое. Прекрасные цветы. Спасибо. Елена, 39 лет. Фэшн-стилист, персональный шоппер. Занимается спортом. Гордится тем, что научилась работать над своими эмоциями и полностью отказалась от вредных привычек. Мечтает сделать миллионы женщин красивыми. Елена не смогла смириться с тем, что ее гражданский муж так и не решился развестись со своей женой. Надеется, что Станислав – смелый мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Станислав. Спасибо. Девушка весна. Девушка весна. Теперь вы нам подарки. Конечно. Я же стилист. Я очень тщательно подбирала вам подарки. Согласно вашему цветотипу и контрастности внешности. Поэтому у меня для каждой из вас вот особенное. Это для Василисы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Как приятно, что адрес у нас. Там прекрасные шейные плотки. Это Ларисе. Спасибо вам большое. Розочка, это вам. Спасибо большое. Я надеюсь, вам понравится. Яркая, конечно. Девушка яркая. Ничего не скажешь. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов. Любое время по телефону 0736. А пока реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, а вы знали, что ваш возлюбленный женат? Ну, я узнала это после того, как мы познакомились, конечно же. Ну, потом поняла, что, ну, да, это как факт. Вначале мне было, ну, не очень важно то, что вот он женат. Женат и двое детей. Вначале был один. Второй родился вот в течение года, когда мы общались. Но, во-первых, я не знала, что, ну, у него жена была беременна. То есть мы познакомились, в общем-то. А не забеременела она, когда он... Нет, это было уже до меня. Ну, там было, как бы, столько много чувств, столько много... Он ушел от нее к вам? Да, через год ровно. И вы стали жить с ним с ним? Да, мы прожили вместе 6 лет. У вас к тому моменту была дочка? Да, у меня дочка... И у него дочка, и ваши дети были практически ровесеньки. Да, наши, как бы, дочки абсолютно сразу поладили. Мы, как бы, до сих пор, я с его дочкой, мы лучшие подруги. Она с моей дочкой тоже, как сестры, они так и называют друг друга. А сколько им лет поскольку? Моей 14, дочке моего бывшего гражданского мужа сейчас будет 18. Я завидую таким женщинам. Я обожаю. А если так у вас все было прекрасно, почему он вам не сделал предложение? Там было много различных причин, ну, как бы, по которым это не было. Вначале, как бы, дети, это очень тяжело психологически. Я прекрасно понимала, говорила, ну да, конечно, не надо там травма. Потом, вроде как, у него там по работе нужно было быть женатым. Ну, потом он сказал, ну, дорогая, зачем? Ну, ты для всех моя жена, тебя любят мои родители, мои друзья, их жены, которые, в принципе, ну, не любят вторых жен. В общем, меня любили все. И он говорит, ну, зачем нам же так, ну, как бы, мы живем, мы выстроили загородный дом. Ну, все равно, будучи женатым, все жило с вами. А вы из какого города? Чебоксару. А давайте заодно посмотрим, как живете. Да, давайте. Чуть-чуть немножко показать, как мы живем. Это наша квартира, любимое наше место, где у нас происходят встречи с друзьями, семейные обеды и, в общем-то, место, где очень хорошо, тепло, у нас хорошая энергетика. Кстати, идет любимая программа «Давай пожелимся». Мы смотрим, любим, иногда очень переживаем за некоторых героев. На полках фотографии, опять-таки, моей семьи, моих родителей, дочки и нашего самого главного члена семьи. Я попрошу познакомиться, наш кот Персик. Мы будем рады, если наша семья станет немножко больше. Очень приятная девушка, такая позитивная, мне понравилась. У вас свой бизнес или? Да, я стилист, я работаю сама на себя, я абсолютно в предназначении. То есть, если что, вы работу найдете в Москве, например? Конечно, в любом городе, ну, я вообще работаю в Москве и, как бы, в соседних городах я приезжаю и везде. То есть, я у себя очень ведущая. Ну, тогда прекрасно все. Ну, и, в общем-то, еще по всем соседним городам. Мечтаю, честно, создать семью и уже, наконец-то, про жизнь, счастливую жизнь с мужчиной, с которым я уже прямо останусь до конца. Для Станислава принципиально, чтобы жена не была стервой. А вы стервочка? Знаете, я к своим 39 годам очень много поменяла в своей голове. И если раньше я могла сказать, да, я стерва, да. Но сейчас я знаю, что я буду правильной женщиной. Слушает внимательно. Оживился. Немного по-другому себя ведет, чем вот с предыдущей героиней. У вас два бонуса осталось. Скелет в шкафу и минута наедине. Что вы выберете? Минута наедине. А прежде чем минута начнется, давайте все-таки прочитаем. Еще вопрос можно узнать, кто ваша свидетельница? Моя свидетельница – это моя сестра, родная Екатерина, и моя подруга Марина. Это моя кармическая сестра. Мы с ней абсолютно похожи. И, в общем, мы друг друга понимаем даже без слов. Вы дергиваете. А потому что всегда с такой яркой женщиной должна быть не очень яркая подруга, которая все выслушает и на все скажет. У меня всегда были подруги яркие. Ты самая красивая, самая талантливая. И все, что ты делаешь, это гениально. У меня все подруги яркие. Я абсолютно люблю красоту женщин. А вот ваша подруга согласна. Главное тебе терзать. Читайте. Ты нужна мне, дочь, пересохшая в земле. Ты нужна мне, утро накануне чудес. Это вырезано в наших ладонях, это сказано в звездах небес. Ну, ребят, ваши мурашки по коже. Проходите в комнату свою. Ну, это... Какое гадяние классное. Будем смотреть? Прямо в дитяшку. Ключилось великолепно. Я хотела сказать, что вы очень красивый мужчина, очень привлекательный. Смотрела на вас, прям любовалась, понимала, что очень нравитесь. У вас такие красивые глаза, у вас так правильно подобран цвет рубашки. Они такие яркие. Ну, прям оставляете такое впечатление. Очень отлично. Ну, вы тоже оставляете впечатление. А вы такие пугливые. А что боимся? Мы пока можем поговорить. Женатые, наверное, оба. Женатые? Я нет. Нет. А почему вы у нас до сих пор не в роли жениха? Тимофей? Не знаю. Вован? Женатый? Да. Что тогда пришел? Другу подержать. Приятный аромат очень. Спасибо. Правда, нравится? Да, да. Я вообще искренний человек. Я думаю... А это очень чувствуется. Я думаю, говорю, мне нет смысла что-то выдумывать, потому что богатый жизненный опыт, и я сам делаю свою жизнь. Девчонки, ну, мне кажется, может быть пара блестящая. Да. Похоже, да. Все, что говорили, все про Лену. Они так прямо... Тихо идут. Чёрненькие, беленькие. Так. Да, вы, я стилист. И занимаюсь подбором, в первую очередь, персональных цветов людям, мужчинам и женщинам. Я хочу вам немножко рассказать и показать, как и что вам хорошо из цветов, оттенков. Садитесь, пожалуйста, Станислав, на стул. Я поставлю зеркало. Вы должны себя очень хорошо в него видеть. А я себя вижу. Беспроигрышный вариант. Смотрите, я сейчас к вам приложу два очень самых ярких цвета. Конечно, в сочетании, смотрите, вы видите, что это прям очень и очень для вас ярко. То есть есть отдельные цвета, но ваше лицо очень подледнело. А если мы, например, попробуем... А у вас уже другое сочетание цветов. Например, оттенок светлого. И оттенок серого. Видите, как уже вы гармонично стали. Есть лицо, есть очень яркие глаза. И есть, в общем, целые цвета вашей одежды, которые вас подчёркивают. Конечно, вы мужчина средней контрастности, и вам очень хороши все, как бы, сочетания цветов, кроме очень крайних. Нет, ему определённо не нравятся. Спасибо большое, Леночка. Проходите. Было бы у нас чуть-чуть больше времени, мы бы вас, конечно, ангажировали, чтобы вы нам подобрали. Я вас при великим довольствии. Тимофей и Владимир. Вот когда я сказала, болтушка лёгкая, да? Вот, которая будет что-то там трещать после долгого дня, и что-то приготовит, я думаю, что она очень хорошая хозяйка. Потому что, видели, какая в состоянии квартира частейшая? Она вся такая ухоженная. Ну, а дома как-то она поинтереснее даже, мне кажется, более в быту. Да, Стас? Ну, у себя дома-то каждый... Ну, как-то более естественно припочается. Она очень естественная и так. Вот такое ощущение, что она снималась всю жизнь под камерами. Станислав, понравилась она вам? Женщина-праздник. Поразительно. Она, ну, не как две капли воды напоминает, но мы ищем всегда сходство с какими-то прежними нашими, с прежним опытом. Очень напоминает маму моей второй дочери. Он мне сказал, вот мы здесь общались, что я очень понравилась, у меня прекрасный парфюм. И вообще он прям потерял речь, нет слов, и очень ему понравилось. Вот молодец, собралась, или наоборот расслабилась. Расставила правильные приоритеты, и результат. Молодец. Мужчина средней контрастности. Да, ну вот это, конечно, про мужчину это так. Но все, молодец, молодец. Вот, ну не пять, четыре с плюсом, но я думаю, что она лидирует. Как тебе? Ну, на самом деле она вытащила для себя тоже в каком-то смысле слова пророческую фразу. Это сказано в звездах небес. Ваша Венера в Козероге, и вам приятен этот внешний тип. Она считает себя водолеем, но она до водолея полсуток не дотянула. То есть она родилась под знаком Козерога. По сути, это тот типаж, который вам нужен с точки зрения поведения женщины в социуме, с точки зрения общения с вами. Она может не совпадать с вами по целям, я буду откровенна. Глобально для жизни вы можете разойтись в каких-то стратегических приоритетах. Но бытово в каком-то сиюминутном общении. Она навсегда останется для вас приятной, и этот образ вам будет, в общем, достаточно близок. Поэтому ее рассматриваем однозначно. Ах, девочки! Ах, да все! Какая новость еще ты узнаешь, да, параллельно тут? Но у нас еще есть одна невеста. Хотите познакомиться или... Хочу, конечно. Тогда проходите. Можно всех посмотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля, давайте познакомимся. Юля. Станислав. Очень приятно. Это вам. Спасибо. Они великолепны. Как здорово. Приятно. Юлия. 40 лет. Дизайнер в салоне «Штор». Ездит верхом, катается на горных лыжах и обожает венскую оперу. Гордится своими детьми. За 13 лет брака Юлия так и не научилась договариваться со своим мужем и решила, что проще развестись. Надеется, что со Станиславом ей будет легко идти по жизни. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Юль, я так понимаю, что да, это единственное, что было обоюдно сказано с вашим мужем. А дальше были сплошные разногласия, да? На самом деле мы хотели развестись после 7 лет совместной жизни. Мы подумали, что... В общем, с любым предложением, с которым вы к нему обращались, он говорит, нет, я вот решил так. Он, да, был очень категоричен, тверд. И родился он уже ленивым. То есть мама вместо плаценты сначала родила лень, а потом вашего мужа. Нет, почему? Ну как почему? Ну потому что ему ничего не хотелось. На море ему было слишком жарко, в горах ему было слишком холодно. Я тоже это сказала. Одеваться было лень. В общем-то он человек самодостаточный, но с другим темпераментом. Совершенно верно. Браво, Лариса. Даже смотрит из-под лоби, смотри. Да. Он все уже принял решение. Ну вообще, наверное, да. Вам нравится, Станислав? Мне очень понравилась анкета Станислава. Мне интересно его увлечение. А какие у вас увлечения? Какие у него увлечения? Какие вам понравились его увлечения? Мне... Что вы прочли? У меня много увлечений. Я прочла «Горные лыжи», прежде всего. То, что вы романист, я это правильно называю? Писатель. Я себя называю писателем. Писатель. Это немного другое, да? К сожалению. Почему? Романист пишет романы. Я написал один роман. Надо было сразу сказать, нравится или не нравится. Вот он сидит перед тобой. Ответь на вопрос. Слушайте, мне кажется, что у вас все даже и может быть. Что вы так подозрительно смотрите? У меня сразу ощущение, что это моя младшая сестра, которая ее нашла. О, браво. Мне так приятно. Да, прям в сердце шевельнулась братская такая нежность. Это плохой симптом. Ну, Роза, ну будьте снисходительнее. Нет, когда тебя мужчина хочет, это я понимаю. А когда он тебя уже сразу все записывает, ну это плохой симптом. Ну, знаешь, записал-записал, а потом, может быть, захочет. Ага. Но я вам вот что хочу сказать. Может быть, вы не так сформулировали, может быть, не сестра, а подруга. Потому что самые лучшие браки в этом возрасте, это когда ты выходишь замуж за друга. Ну, вообще, он же погрустнел. Все эмоции ушли на меня. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Невеста, Юля, она настолько вошла на робкой такой, тихой, что мне даже как-то ее не хочется пугать скелетом в шкафу. А мне хочется... Вегетарианка. Я обожаю... Я готовлю безумно вкусно и без строганов. Я не боюсь, что меня не накормят мясом. Я сам прекрасно готовлю и делаю все. А почему вы против вегетарианок? Мне кажется, это... Я уважаю мнение... На самом деле, я ем рыбу. Любые мнения любого человека. Мне кажется, это все-таки... Ну, немножко показушно как-то. Не совсем здоровые люди. Это ваш выбор. Вы взрослая тетя, в 40 лет вы вообще можете уже ничего не есть. Вам накопленного хватит. Поэтому показывайте сюрприз. Нет, а до этого давайте вытащим сразу еще из одного вегетарианца. Давайте. Вот ближе всего ко мне. Я буду вам подмогой в пути. Буду олеть, как восток. Положите меня между двух контактов, чтобы в сердце шел ток. Вот так вот. Вот и нужен контакт, чтобы поджечь чуть-чуть. Причем два конкретно. Один не пойдет, не разбудит. Плюс-минус. А сюрприз? Давайте. Давай идите, давай, жги. Там, наверное, вегетарианский борщ. В общем-то, я на роль Евы не претендую. Но, тем не менее, на своей акварели я написала яблоко, как символ полноты жизни, радостной любви и весеннего возрождения. Это вам. Я надеюсь, это для моей акварели найдется место у вас дома. Да, конечно. Спасибо большое. Здорово. Здорово. Ой, это вегетарианское яблоко, девочки. Девчонки, проходите в свою комнату, не забудьте цветочки. Обязательно. Владимир, Тимофей, вы оживились. Да. Как вам? Лена, ему подходит идеально. Володечка? Ну, мне показалось, что как-то для семейной жизни она в большей степени как-то вот себя видит в этой семейной жизни, но не мужа как-то совместно. Но все-таки это труд определенный. Видно, что она давно уже привыкла полагаться на себя. Какой разумный мужчина. Я его обожаю. Да, я думаю, что он... Восхитительный мужчина. Не бросая в глазки. Неужели это так бросается в глаза? Ей хочется папку, который бы ее вот обожал в этих платьишках Дюймовочки, который бы говорил, ты самый лучший, ты прелесть, ты моя малышка, ты моя девочка. Вечная девочка. Но мне, Юля, понравилось. Мне тоже. Мне есть то, что мне хочется вот что-то убрать, что-то позаветовать. Мне с ней хочется общаться, понимаете? Yes. Браво. Молодец. А звезды что? Она как человек солнца и луна в соединении с Плутоном, да еще и в куче квадратов, квадратов, квадратов. Это человек, который боится толпы. И внутри большое количество людей, еще и ощущение, что на тебя сейчас вся страна, а может быть мир посмотрит, ее еще дополнительно доломали вместе с этим бывшим опытом. Я думаю, что в личном общении она раскроется совсем по-другому. Василиса прям вот читала тебя. Нужно выбирать. Я забыла опять подарок подарить. А у нас как раз есть возможность Юльку еще раз вытащить сюда. Юля! Вот сейчас есть второй шанс. Посмотрите, как все сложилось. Вот присядьте на одну минуту ровно. Я дарю. Спасибо. Вы все услышали? В свой адрес. Все справедливо или есть обида? Нет, ни в коем случае. Так четко и тонко подмечено. Я восхищаюсь вами, девочки. Спасибо. Вам сейчас вручат подарок. От цвет волос. Здорово. Она такая игривая, конечно. Тоже. Хорошо, что Юля вышла второй раз. Что скажете Владимир и Тимофей? Кого будете советовать? Сложный вопрос. Ну, это правда. Потому что я прямо вот между Еленой и Юлей. Наверное, для личной жизни все-таки Юля. Я думаю, для Стаса больше. Володечка, а вы что? Ну, как-то вот после ваших слов я как-то по-другому на нее посмотрел. На Юлю. Может быть, действительно, она как-то еще пока вот так не раскрылась? Мне кажется, в ней столько накопилось тепла и любви, и ей она столько может отдать. Потому что Елена, красавица, она в этой любви купалась. В ней это было все. Ей есть что вспомнить. А звезды сейчас рассудят. Астрологически вам больше подошла бы вторая Елена. Но я боюсь того, что в ее гороскопе козероги вообще, скажем прямо, люди не самые решительные. Они все постепенно планируют. А у нее еще и Марс ретроградный. Боюсь, как бы не дала задний ход. Юлия действительно способна быть надежной. И это очень и очень достойный вариант избранницы. Поэтому советую выбирать между ними двумя. Хотя с точки зрения первой аттракции, первого влечения, конечно, подошла бы вторая Елена. Больше это на поверхности, скажем так. Ну еще бы. Она колдовала, она до него дотрагивалась. Она ему что-то так сильное, что-то ему примеряла. Она сказала, что он средней яркости и всякие такие приятности. У Лены одна не останется. Пока Станислав сомневается, я бы хотела дать прогноз. Мы приближаемся к нашему великому празднику, Дню Победы. Я хочу посвятить этот прогноз на эту неделю, во-первых, всем ветеранам, а во-вторых, зрелому поколению, которое умеет этот праздник по-настоящему ценить. Прежде всего, нужно задуматься о здоровье, о возможном повышении артериального давления. Поэтому такую обычную для всех майскую нагрузку дачную лучше всего дозировать. Ну а во всем остальном, неделя очень и очень приятна для людей именно зрелых. Она позволяет почувствовать себя центром семьи, активно влиять на детей, особенно для львов, весов, водолеев и скорпионов. Ну и эти же самые знаки получат огромное удовольствие, если соберут старых друзей к себе на чашечку чая. Ну и всем уже, независимо от возраста и знака, советую к концу недели, 9-10 мая, быть, ну как бы это сказать, чуточку осмотрительней. Потому что взаимодействие Меркурия и Нептун обещает возможность попасть в лапы сказочников или тех людей, которые плетут интриги, ну и затевают нехорошие истории. Будьте осторожны. Слушайте свое сердце, вам жить. У вас сегодня был потрясающий шанс, потому что три ни на кого не похожие удивительные женщины ждут вас в комнате. Можете пойти только одной. Мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Однажды в очередной запой ее был, а у нее продолжался примерно два раза в месяц и дня по три. Приезжаю домой, и там, значит, костер, и в нем, значит, горят мои вещи, документы, какие-то там все, что там. Это был дурак, когда вам кастрюлю в голову пульнуло? Я предлагаю всем выйти и поддержать Станислава. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Мы попробуем избавить от некоторых страхов, добавить уверенности в жизни. Спасибо. В жизненных силах. Здорово. Это как раз то, что мне нужно. Да, я так и понял. У нас есть пара Станислава и Юлия. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Привет. Меня зовут Ева. Мне 29 лет. Я работаю менеджером продюсерской фирмы. Я увлекаюсь игру на саксофоне, фортепиано и гитарой. Еще я очень люблю театры и люблю готовить драники. Если ты мудрый, спокойный и нетворческий человек, то я спою тебе романсы на ночь. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Субтитры сделал DimaTorzok